МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шумбрат, чолом, здравствуйте! С вами снова программа Финогория. Сегодня мы расскажем о новом изобретении мордовских ученых, побываем на Ямальском Эвересте и познакомим со основоположником марийской профессиональной музыки. Республика Морел приняла второй тур состязаний Финогория по регби. В нем приняли участие 11 команд из 8 регионов России. Первый тур соревнований прошел в Сыктывкаре, второй – в Йошкарале. По итогам двух соревновательных дней третье место заняла команда Ош из Республики Коми. Второй – регбисты из Чебоксар, команда Молот. Золотые медали завоевали регбисты из Морел. Мордовский фестиваль «Тавлинский конь» принял резчиков из разных регионов Поволжья. Тавлинский конь – традиционная мордовская игрушка. Местные мастера-резчики учатся изготавливать такой сувенир с самого детства. Именно этот образ выбрали центральным для межрегионального фестиваля. На этот раз резчики не состязались в мастерстве, а сделали общее дело. Результатом сложенной работы 10 человек стало впечатляющих размеров фигура из дерева. В высоту деревянная скульптура 4,5 метра, а в длину целых 6. В рамках фестиваля «Тавлинский конь» состоялся и восьмой республиканский фестиваль древней ирзианской песни «Зоуфторамы». Творческие коллективы Качкуровского и Ичалковского районов порадовали собравшихся красивыми песнями, а затем все участники собрались в хороводе дружбы вокруг огромного коня. В Салихарде отметили День города. Ему исполнилось 437 лет. Возраст солидный. Праздник открыло карнавальное шествие ростовых кукол. На пешеходной улице собрался чуть ли не весь город. Представители всех национальностей, проживающих в Салихарде, рассказали о своей культуре. Национальные подворья развернулись на протяжении всего пути. Гости каждого дома могли попробовать традиционные народные блюда. На площади возле центра «Геолог» спортсмены учили бороться на руках. Демонстрировали элементы паркура и даже футбольного фристайла. Здесь можно было пострелять из лука, даже побороться на мячах. Реконструкторы в рыцарских доспехах удивляли всех. Ученые МГУ имени Огарева получили патент на новый материал. Это впитывающий компонент на основе эфиров целлюлозы. Органический аэрогель быстро впитывает влагу, обладает высокой удерживающей способностью. О преимуществах нового материала расскажем далее. В первую емкость с водой Александр Долганов добавляет синтетический полимер – полиакрилат натрия. Это то, чем начинены детские подгузники сейчас. В две другие емкости отправляются разработки ученых Мордовского госуниверситета. Уже через несколько секунд можно оценить первые результаты. Уже сверху образовалась пленочка, которой здесь ее нет. Соответственно, то, что когда проникает жидкость, например, в изделие, подгузник, какое-нибудь альгигиеническое изделие, то есть необходимо, чтобы жидкость назад не вышла. Мы ее должны заблокировать. Поэтому, например, если попадает она, если мы будем использовать нашу материал, то, соответственно, жидкость попала, сверху образовалась пленочка, и уже жить назад выйти не сможем. Органический аэрогель впитывает жидкость быстрее своих аналогов. На это ему понадобится от 10 секунд. А также он удерживает влагу при физических воздействиях – нажиме или скручивании. Сорбент самостоятельно разлагается без вреда для природы. Новая разработка экологична и не вызывает аллергии. Производство материала обходится без дорогостоящих и занимающих много времени технологий. Мы разработали такую уникальную методику, которая позволила сократить время производства самих исходных аэрогелей. Как в литературе описаны методы получения от 30 часов и выше, в зависимости от того, какой аэрогель получается. Мы свои можем получать за 3 часа. То есть получается практически в 10 раз. При этом мы можем получать аэрогель за это время с нужными нам свойствами. То есть мы можем легко модифицировать, как на стадии, например, получения, и как, и впоследствии потом усиливать, когда он уже готовый. То есть мы можем его, соответственно, передавать в любые формы, которые здесь представлены, давая 70 целей и задач, которые перед нами ставятся. И уже в этих формах, полученных, мы и будем в дальнейшем использоваться. Открытие ученых из Мордовии способно перевернуть индустрию гигиенических товаров в России. Сейчас основной впитывающий компонент детских подвозников завозится из-за рубежа. Отечественная разработка позволит решить ситуацию в импорт-замещении для компаний-производителей гигиенических товаров. Еще одно преимущество – низкая стоимость материала. Он превосходит по своим и техническим свойствам импортные аналоги. Он с точки зрения экономики более рентабелен и прост в получении. Результаты работы наших ученых – это результат программы «Приоритет 2030», который позволяет довести научные разработки до реального производства продукта, нужного в различных секторах экономики России. Новая разработка пригодится не только в производстве подвозников и гигиенических товаров. Ее можно применить в сельском хозяйстве, ландшафтном дизайне и садоводстве. Сорбент может запасать воду в больших объемах и высвобождать ее при необходимости, тем самым поддерживать оптимальную влажность почвы. Сейчас ученые налаживают сотрудничество с отечественной компанией, создающей подвозники на основе импортного сорбента, для апробации продукта. Они уверены, что уникальные характеристики продукта позволят уже в ближайшее время внедрить их в производство отечественных подвозников и с ними выйти на российский рынок. Они преодолели пятикилометровую тропу и своими глазами увидели Ямальский Эверест. И даже испортившаяся погода не смогла помешать насладиться этим действительно невероятным видом. О восхождении на ледник романтиков в сюжете наших коллег. Восемьсот метров над уровнем моря Ямальский Эверест принимает гостей. Зарядка, наставление и можно отправляться в путь. Все присутствующие практически не спали, поездка началась с самого раннего утра. Однако абсолютно каждый заряжен энергией. В добрый путь, мои дорогие! До встречи на вершине! Некоторые решили проверить на прочность не только себя, но и своих питомцев. На подъем три часа, на спуск около двух, не считая времени на отдых, фото и видео. Это восхождение подходит для людей с различным уровнем подготовки, даже без нее практически совсем. Если в прошлом году на маршрут вышли 150 человек, то в этом 200, хотя заявок было намного больше. Все автобусы, видите, как тут уазики, газели, трекалы, то есть такая сборная солянка, чтобы максимально большое количество участников смогло приехать. Вместе с тем теперь путешествовать можно и самостоятельно. Маршрут промаркирован такими вот столбиками. На них расстояние до ледника и интересные факты о Полярном Урале. Как настроение? Отлично! Большинство участников – ямальцы. Многие видят ледник впервые. Елена прожила в Салихарде всю жизнь, но никогда здесь не была. В честь 60-летия решила устроить себе подарок. Я ожидала, что будет сложнее. Достаточно комфортно идти, впечатляет вот этот объем, масштаб наших гор. Дорога не всем далась легко, но практически каждый отметил, что за впечатлениями не обязательно уезжать в другие страны. Мы решили попробовать, и я думаю, что этот поход не будет последним. Наоборот, это будет начало хорошего и длинного пути. Тяжело было идти, конечно, но это того стоило. Мы рады, что мы сюда попали. Да, очень. Он – автор гимна «Ёж-королы», таких известных песен, как «Сережка с Малой Бронной», «А снег идет», а также симфоний, концертов и музыки к шестидесяткам кинофильмов. В столице Морел открыли памятник Андрею Эшпаю. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Из кино на танцплощадке, из радиоприемников во дворы. Песни Андрея Эшпая были популярны и до сих пор остаются такими. Их перепевают, переосмысливают, они живут. Он – автор музыки к более чем 60 фильмам, 20 театральным постановкам, камерных сочинений, золотой серии концертов для всех инструментов. Но настоящее музыкальное достояние – это его академические сочинения. Яков Эшпай – один из основоположников марийской профессиональной музыки. Его сын Андрей Эшпай смог рассказать о марийской культуре всему Советскому Союзу. Для меня магическое действие марийской пентатоники необыкновенное. По сути, в республике он только родился, а вырос уже в Москве, но корней никогда не терял. В его произведениях всегда звучат близкие с детства марийские мотивы. Ну а республика, конечно, гордится столь именитым земляком. У здания колледжа культуры и искусств открыли бюст, посвященный Андрею Эшпаю. Во всем мире, наверное, известны его произведения. Это и «Москвичи», это и «Два берега» и многие другие. Это большое событие для нашей республики. Тем более сейчас у нас год культурного наследия народов России. И это очень знаковое событие. Место это тоже символично. Бюст находится около колледжа искусств, у здания факультета академической музыки. Как бы напутствуя молодых исполнителей и будущих композиторов. Напротив – Марийский театр оперы и балета. Там может раскрыться сила их таланта. Андрей Яковлевич всегда служит для нас примером. Примером служения Отечеству, служения искусству и культуре. Выдающийся деятель, которого помним всегда. И действительно чтим память. И сегодняшняя возможность установления, благодаря поддержке военно-исторического общества России, мы смогли этот проект очень достаточно в сжатые сроки реализовать. И к памятному такому дню мы отреставрировали парадный вход в училище. Видите, теперь такое летящее здание, белоснежный парадный вход. Сам же Андрей Яковлевич Ишпай всегда называл себя Марийцем. Часто приезжал в республику, давал интервью журналистам, общался с молодыми исполнителями. Его не стало в 2015 году, но он оставил после себя огромное наследие. И это не только музыка, но и его горячая и искренняя любовь к родному краю. Позвольте мне воспользоваться счастливым случаем и пожелать чудесному Марийскому краю, Мешкар-Лах, Хозболевьянск. Вы живете в удивительных местах. Человек, который родился в Кузьминске, он уже художник. Волка, заволчья. Пожелать всего самого хорошего. Удачи по всем пунктам. Сохраняйте культуру и традиции своего народа. Увидимся на следующей неделе. До встречи, Финалгорья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова